И снова о нашей любимице пиларгонии. Да-да, о том цветке, который есть практически у всех у нас дома. Да что там дома? Он есть и в школе, и в кафе, и во многих других учреждениях. И все из-за того, что пиларгония не капризный цветок. И почти все время цветет яркими зонтиками разноцветных соцветий. Но что нужно сделать, чтобы она была здорова и чтобы она цвела? В одном из комментариев меня спросили о рецептах подкормок для пиларгонии. Вот об этом и будет мое видео. Добро пожаловать на мой канал о цветах. Это Светлана. Неужели все дело только в подкормке? И сразу хочу сказать, что подкормка это не единственное условие. И скажем так, таблетка для пышного и продолжительного цветения это создать ей правильный уход и условия. О пяти секретах цветения или другими словами о пяти главных условиях ухода можно посмотреть в моем видео. Вот по вот этой ссылке. И одним из этих пяти секретов является подкормка. Поэтому давайте разберемся, что же такое подкормка и для чего она нужна. Так вот подкормка это те питательные вещества, которые нужны растению для полноценного и здорового развития, роста и цветения. Вы же знаете, что цветы берут запас питательных веществ из грунта. То есть из той земли, в которую мы посадили. Но резервы грунта, то есть именно запас этих питательных веществ не бесконечен. И любой питательный грунт истощается уже через 2-3 месяца после посадки. И что получается? Цветок пытается взять питательные вещества из грунта, а земля в горшке уже пустая. Так откуда же взять силы пиларгонии на здоровое развитие, не говоря уже о цветении? Вот для этого и нужно периодически вносить подкормки. То есть комплекс удобрений, которые состоят из минералов, витаминов и полезных веществ. Вот как раз внесение таких удобрений и препятствует истощению грунта в горшке с цветком. И благоприятно влияет на развитие растения. А как же понять, нужна ли подкормка или нет? На самом деле понять это очень просто. И пиларгония сама своим видом подскажет, нужны ли ей питательные вещества или нет. А понять это можно по следующим признакам. Во-первых, в целом пиларгония выглядит нездорово. Листочки становятся бледными, вялыми, плохо и медленно растут, быстро желтеют и даже осыпаются. И во-вторых, пиларгония слабо цветет. То есть она не выпускает бутоны, либо она вовсе отказывается цвести. И это означает, что у нее просто нет сил, чтобы завязать бутоны. И если один из этих признаков или даже оба это ваш случай, но при этом все остальные условия ухода правильны, то в вашей пиларгонии требуется подкормка. Сразу хочу сказать, что подкормки должны быть правильными и регулярными. Если же подкормки неправильными, то есть удобрения подобраны неправильно, либо же они нерегулярны, то есть удобрения вносятся слишком мало, либо же их вносятся слишком много, то пиларгония может не цвести годами. Поэтому важно правильно подобрать удобрения и соблюдать дозировку. Так чем же подкармливать пиларгонию? И сразу скажу, чем мне нужно кормить пиларгонию? Это органические удобрения. И дело все в том, что пиларгония их просто не выносит, потому что они могут сжечь ей корни. Поэтому применяем минеральные удобрения. Такие минеральные удобрения могут быть сухими и жидкими. Вот сухие минеральные удобрения хороши тем, что они более длительного срока действия, так как гранулы растворяются не сразу, а постепенно. Но при этом есть риск ожога корней, потому что растворяясь, такие гранулы дают подкормку в определенных местах. А жидкие удобрения по сравнению с сухими считаются все же более эффективными. В сочетании с водой они быстро проникают в почву и впитываются корнями растений. И при этом они распределяются по всем слоям земли равномерно. Поэтому если в магазине вам предложили оба вида удобрений, и гранулированное, и жидкое, то смело выбирайте жидкое. И какое же минеральное удобрение купить? Это зависит от времени года и от состояния ваших пеларгоний. Так, например, зимой пеларгонию можно не подкармливать. Либо же, если она цветет, то подкармливать нужно редко. А вот весной при активном росте, либо же летом, когда она цветет, нужно подкармливать регулярно. Если же вы недавно высадили вашу пеларгонию, и она пошла в рост, то ей для роста нужен азот. Поэтому вам необходимо купить азотные удобрения. Вот как раз в магазинах такие азотные удобрения можно найти по ярлыкам, по этикеткам на бутылочке. И будет написано для активного роста комнатных растений. Вот как раз такие азотные удобрения и помогают растению нарастить зеленую массу. А еще они полезны после обрезки и пересадки. Если же вы ждете цветения пеларгонии, то вам нужно применять калинофосфорные удобрения. Вот такие удобрения не только помогают завязать бутоны, но и продлевают продолжительность самого цветения. Но то, что в первом случае с азотными удобрениями, либо во втором случае с калинофосфорными удобрениями, это только азот, либо это только калий и фосфор, это вовсе не так. Не стоит думать, что эти удобрения ограничиваются только этими элементами. Вовсе нет. В таких удобрениях подобран целый спектр полезных минералов и микроэлементов, которые необходимы для растения. Но если вы все же сравните состав, то увидите, что в азотном удобрении повышено содержание азота в сравнении с другими элементами. Хотя азот тоже присутствует в калинофосфорных удобрениях, но содержание калия и фосфора там намного больше. Поэтому при покупке удобрений сначала определитесь, для какой цели вам нужно удобрение. Для примера я хочу показать вам те удобрения, которыми я пользуюсь. Вот смотрите, вот это удобрение мне очень нравилось, к сожалению, оно у нас больше не продается. Но на замену ему можно использовать другие. Итак, я купила вот такие новые удобрения. Вот обратите внимание, первое это удобрение для роста и развития. А второе удобрение, второе это для цветения. И вы видите на этикетках написано для цветущих растений. А еще в цветочных магазинах вы можете увидеть отдельное удобрение для пеларгоний. И я считаю такие удобрения самыми лучшими. Потому что именно в них подобран сбалансированный состав всех необходимых для пеларгоний микроэлементов и полезных веществ. Поэтому если вы увидите такие удобрения, то отдайте предпочтение именно им и покупайте именно их. Такие минеральные удобрения обычно летом нужно наносить 2 раза в месяц. Но лучше свериться с инструкцией на упаковке к этому удобрению. И посмотреть, еще проверить обязательно дозировку. Но есть еще одна чудодейственная подкормка, о которой я расскажу в следующем видео. Правила удобрения пеларгоний или когда удобрения нужно вносить. Существует несколько правил, которые выведены опытными цветоводами для получения лучших результатов при внесении удобрений. И правило первое это, если цветок молодой, то концентрацию удобрения нужно делать меньше. Правило второе. Удобрения нельзя вносить на сухую почву. Перед тем, как вносить удобрения, нужно слегка полить землю в горшке. Это делают для того, чтобы не допустить ожога корневой системы. Правило третье. Не вносите удобрения, когда на цветок светит солнце. В таком случае, либо дождитесь, когда солнце уйдет, либо переставьте горшок в тень. Дайте ему часик отдохнуть, слегка полить его и потом уже только вносите удобрения. Правило четвертое. После того, как внесли удобрения, разрыхлите слегка верхний слой земли. Это поможет воздуху попасть к корням растения, то есть улучшит аэрацию. Правило пятое. Если вы обнаружили на пеларгоне вялые или сухие листья, то вносить удобрения не нужно. Дело в том, что удобрения вносят только тогда, когда растение здорово. А вот как раз такие листья это признак того, что что-то не так. Например, вялые или подгнившие листья это признак того, что вы растение перелили, залили водой. Если же листья сухие, то это признак того, что растение получает нерегулярный или недостаточный полив. Ну и последнее. Такие правильные подкормки обеспечат пеларгонии хорошее питание и силы на красивое и пышное цветение. Но имейте ввиду, что помимо подкормок пеларгонии нужен еще и правильный уход. Это и хорошее освещение, и правильный полив, и температурный режим, и регулярное обламывание отсветших соцветий, если только вы не планируете собирать с них семена. Теперь вы знаете, чем нужно подкормить пеларгонию. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще много интересного о цветах и не только.